Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня в видео будет пересадка Алакази Regal Shields. Она у меня появилась чуть более двух лет назад. У меня есть видео на канале, ссылочку оставлю. Если кому интересно, можете перейти по ссылке и посмотреть. Я ее, во-первых, хочу пересадить. Она очень тяжелая и она переваливает горшок. У меня сейчас в горшке лежат камни и все равно она бывает перевалит. Она у меня, конечно, не сильно выросла за два года, потому что переезд видимо сказался. Листьев много у нее убирала. В том году она у меня даже цвела. Первый раз я видела ее цветочки. Но цветочки такие, знаете, незрачные, как у Замиокультаса. Висели какие-то бубенчики непонятные. Кошки играли с ней. Ну, в общем, сегодня будем пересаживать. Сейчас посмотрим, вывалим, какая у нее корневая. Я думаю, она разрослась, потому что горшок небольшой. Вообще, эта Алаказия очень-очень большая. Я люблю вообще большие цветы. Они, конечно, в интерьере смотрятся красиво. Но это для будущего. Все для будущего. Но здесь я немножко сейчас ее почищу. Здесь у меня от листьев осталось. Приготовила я ей керамическое кашпо, чтобы она никуда у меня не заваливалась. Смотрите видео до конца. Будет интересно. Приготовила я ей кашпо. Что нам для этого нужно? Я купила землю. Вот земля обычная для рассады. И грунт, мелкая кора для орхидеи. Сейчас я буду высыпать, и вы посмотрите, какая это. кора такая, знаете, некрупная. Ну, вот этот покидок здесь. Видите, она очень мелкая. Она уже с перлитом. Потому что для Алаказии нужен такой прям легкий-легкий, воздухопроницаемый, чтобы вода там уходила. Ну, а кора она еще немножко будет задерживать. То есть там с поливом нужно быть аккуратным. Ну, так же, как и со всеми растениями. Ну, земли будет поменьше, чем я сейчас еще для орхидеи добавлю. Грунта сюда. Вот так вот. Да, не показала вам кашпо. Вот такое вот кашпо керамическое. Там у меня уже на дне дренаж. Дренаж. Здесь я сейчас хорошо очень все перемешаю. Вот такой должен, знаете, такой прям легкий-легкий получится грунт. Сейчас я добавлю еще здесь для орхидеи. Еще добавлю для орхидеи коры. Вот так вот. Достаточно. Ну, я думаю, даже здесь место не уйдет. Капортники тоже любят такой грунт. Я же вам говорила, что видео будет сейчас много, потому что пересадок очень много накопилось. Так, ну, вот такой вот грунт. Он очень такой воздушный, очень легкий. Как раз ему понравится. Сейчас я достам ее из башка. Ну, такая толстенькая. С методом перевалки. Я всегда методом перевалки, чтобы корнирую. Ну, корешочки у нее хорошие. Я просто слегка уберу. Здесь я очищать ничего не буду. Там корешочки у нас. Смотрите, корешочки хорошие. Ну, земля только вот сверху, честно говоря. Снизу-то вообще ничего не было. Тут корешочки. Но можно вот здесь вот немножко освободить. Чтобы не повредить корневую, нужно аккуратненько делать. Но она, знаете, вот немножко там как есть. Я хочу, чтобы воздух корня. Ну, вот так вот думаю. Все. Больше я не буду тревожить. Вот так вот положу ее. Она и выросла. Видите, наобок у меня из-за того, что валилось. Так получилось. Сейчас я ее посажу вот в это кашпо. Здесь оно надежное. Падать уже не будет никуда. Здесь у меня керамзит и еще кокосовые чипсы вот здесь в горшке. Теперь я добавляю немножко. Ну, он такой, как бы, грунт-то легкий. Вот так вот. Четыре. Я углубить-то ее не хотела. Ну, вот, наверное, вот так вот. Сейчас на весу буду держать и буду подсыпать грунт. Так, хотела еще выровнять ее. Отлично. Думаю, что она сейчас вообще попрет у меня. Сейчас я пересажу и расскажу вам, что она любит, что она любит, что она не любит. Вообще, как я за ней ухаживаю. Очень просто за ней ухаживать. Главное, вовремя полить и желательно ее, конечно, не переливать. Болото устраивать не нужно. И все. А так она неприхотливая. Ну, все, отлично. Она и выглядит в этом кашпорт лучше. Ну, конечно, керамика, конечно, красивее смотрится, чем пластик. Весь грунт ушел. Засохшая. Уберу. Ну, вот сколько она у меня растет, да? Где так не было у меня. Где так у нее не было. Ну, пересадила я свою красотку. Думаю, ей понравится и новое кашпорт, и новую кашпорт. Сейчас она похвет. Не прям хочется, чтобы она была большая, огромная и украшала своими красивыми листьями. Вот заметьте, какие у нее красивые очень листья. Они такие, знаете, как бархатистые. Здесь вот слегка она мочила листик, как велюровый такой. Очень красиво смотрится. Она предпочитает рассеянный свет, не терпит таких, знаете, ярких лучей солнца. Ее будет обжигать. Так же, как у лампы. Я просто под лампу поставила, и у нее тоже были такие ожоги, и поэтому я листья убирала, и у нее поэтому мало листьев. Ну, здесь у меня животное постарались немножко, повредили листочки. Полив. Самое главное, полив. Она не любит перелива. Ее лучше немножко, ну, пусть она даже пересушится, чем ее перелить. Болото не нужно устраивать, потому что это ароидное растение, и быстро кормили зубью. По грунту я уже не знаю. Удобрение. Ну, я ее подкармливаю. Пореже, конечно. Как другие растения подкармливала, ферки залилась. И ее тоже. Видимо, поэтому она у меня зацвела. Ну, а так она вообще очень-то неприхотливое растение. Еще будет очень много видео по пересадке, потому что я уже говорила, что растений очень много, которые мы будем пересадить. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok